Приветствую всех друзья, с вами черный металл и игра Age of Wonders 3. Это у меня такой вступительный, так сказать, ролик. Как раз я посмотрю, есть лицензия на музыку. Что ж, давайте расскажу вам предысторию. После игры Fallen Uncharted, Legendary Heroes, которую я поиграл, мне порекомендовали несколько игр, из них выделил Disapples 3, которую я установил, купил даже, я фанат еще второй части. А вот третья часть оказалась таким говном, что там можно пробежать персонажем за три клика всю карту. Мне карта настолько маленькая, показалось, что аж тошнит. Это я вспомнил в героях, потому что в героях какой-то части, я прекрасно помню, когда они вели части, там за три хода ты мог с одного конца карты добежать до другого. Меня это не устраивает. Не чувствуется тупо масштабность карты. Ее просто нету там. Не может быть масштабность карты, когда я за три клика пробегаю по самой большой карте на другой конец. Это бред, это глупость, это чушь. Это маленькая карта, это не может быть большой карте. За 10, 12, там 15, 20, 30 я еще соглашусь, но не за 5-6 кликов. Это идиотизм. Ладненько. Сейчас у меня, как говорится, Disapples 3, когда я поиграл, та же самая история получилась. Не знаю, не чувствуется игра, не чувствуется в ней душа, не чувствуется в ней такая обширность. Единственная обширность мне почувствовалась в этой игре еще в планерстве, когда я установил еще, к тому же на нее есть моды. Модов на нее целая куча, довольно-таки, ну как, не куча, но большое количество. Сделано они довольно-таки качественно. Во-первых, я буду проверять моды, потому что два мода у меня, по идее, здесь должно вызывать ошибку критической игры, и они должны работать. На это мы еще проверим, будет это или нет. Что ж, у меня настройки, давайте я вам покажу сразу карты, с какими настройками игра. Если у меня игра хорошо получится, я вам моды под этим видео все запишу. Если не, значит я буду другую часть сделать, потом сделаю видео с нормальными модами. Чтобы было все, как говорится, по-нормальному, по-честному, и вам было понятно. И мне было хорошо. Так, настройки. Как видите, размер карты, суша. Ну, размер карты здесь можно выбрать, их довольно-таки много у меня, если честно. Здесь можно их выбирать, выбирать, выбирать. Они все разные. Поставил я постройки с ресурсами несколько, чтобы не было слишком больших вариантов. Так, здесь мы закончили, как говорится, это вы увидели. Так, дальше. Где вот загрузка? Смешно. Вот, например, дополнительные правила есть. Да, на уровне сложности король я буду играть, есть уровень сложности еще император, но император мне когда шахая пешком, потому что я в эту игру еще даже толком не играл. Ее и запускал, просто тестил, запускается ли она с модами, там, турмур, ля, ля, тополя. Ладненько. Средняя, обычная, стандартная, как видите, на 600%. Вот, смотрите, Extreme Strong – это защита нейтральных строений. То есть на 600%. Стандартная, очень высокая сложность – это 200%. Можно, конечно, поставить вот вообще 25%. Тут, скорее всего, только сленее, потому что это на английском 100%. Вот высокая 150% и очень высокая 200%. Все. Ну, не знаю, друзья. Как бы для такой игры это ни то ни все. Максимальное количество героев я оставил 5, потому что я могу предположить, что компьютер, чем больше героев, тем больше думает. У меня ходы так же. Ходы у меня стоят одновременно. То есть у меня ходы будут и компьютер будут вместе со мной играть. Потому что если ставить их по отдельности, игра будет намного дольше думать, намного дольше грузиться. Это я уже проверял. Это, как говорится, не вариант. Что ж, если у меня пройдет вся проверка этих модов хорошо, моды будут подписаны. Если нет, то ищите другое видео, где уже будет нормальная компоновка модов. Моды я еще буду просматривать по ходу игры, потому что они были более-менее сбалансированы. Чтобы не было такого. Ты построил какого-нибудь хрень там за копейки, которая пошла всем люли на добавок. Так что вот как-то так. Что ж, друзья, если это видео было хоть к вам как-то полезно, пишите комментарии, оставляйте свои, как говорится, записки. Если есть игры тоже похожие, тоже пишите комментарии, какие игры есть. Я их буду просматривать и смотреть. Ну, я смотрю с твоей, друзья, точки зрения. Во-первых, чувствовался объем. Была более-менее хотя бы какая-то красота игры. Ну, и еще, главное, правда, движок игры. Потому что по файлен-энчанчису я понял, что движок игры, который жрет 4 гига, это, блин, вообще шланг полный. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok